Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Как поступить в ВУЗ Список глав Советы абитуриентам О способах поступления Основные проблемы абитуриента Образование за рубежом Образование за рубежом Полезные советы Глава 2 О способах поступления Пользуемся льготами В первую очередь необходимо знать, кому и какие льготы положены при поступлении в ВУЗ. Знание законодательства в этом вопросе поможет отстоять свои права и добиться зачисления в выбранное учебное учреждение на льготных условиях. Существуют определенные льготы абитуриентов, которые имеют право поступать в ВУЗ на льготных основаниях. Льготы при поступлении могут быть трех видов. Поступление в ВУЗ без вступительных экзаменов, поступление на бюджетные места вне конкурса, преимущественное право при зачислении в ВУЗ. Кроме того, существует и такой вид льгот, как приемно-подготовительное отделение ВУЗа за счет бюджетных средств. Претендовать на льготы первой категории, поступление без вступительных испытаний, имеют право следующие группы абитуриентов. Призеры и победители последнего этапа Всероссийской школьной олимпиады. Члены российских сборных команд, которые принимали участие в международных олимпиадах по общеобразовательным школьным предметам, если направление подготовки в ВУЗе соответствует предметам олимпиад. Чемпионы и призеры всех видов олимпийских игр, в том числе сурдолимпийских и паралимпийских, в том случае, если они поступают на направления подготовки, связанные с физической культурой и спортом. Право на льготы второй категории, то есть на поступление вне конкурса, имеют следующие группы абитуриентов. Инвалиды первой-второй групп. Инвалиды детства. Дети-инвалиды. Инвалиды, получившие травмы в результате боевых действий или при прохождении службы в вооруженных силах. Дети-сироты. Некоторые другие категории абитуриентов, предусмотренные российским законодательством. Право на преимущественное зачисление в ВУЗ имеют следующие группы абитуриентов. Дети, вышедших в отставку военнослужащих, общий срок службы которых составляет не менее 20 лет. Дети сотрудников МВД, противопожарной охраны, пенитенциарной системы, сотрудников таможенных органов и органов по борьбе с наркотиками, погибших при исполнении служебных обязанностей или получивших увечья на службе. Или же дети, находящиеся на иждивении сотрудников перечисленных служб. Выпускники общеобразовательных и профессиональных ведомственных учреждений с дополнительными образовательными программами, направленными на подготовку военнослужащих либо госслужащих. Дети военнослужащих, проходящих службу по контракту с общим стажем не менее 20 лет, при поступлении в военные образовательные учреждения. На подготовительное отделение на бюджет по льготе могут быть приняты следующие категории абитуриентов. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей дети. Инвалиды 1-й, 2-й групп, дети-инвалиды. Абитуриенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя, инвалида 1-й группы. В том случае, если средний доход на человека в семье ниже принятого прожиточного минимума. Чернобыльцы. Граждане, которые подвергались воздействию радиации в результате аварий на Чернобыльской АЭС. И члены семей ликвидаторов аварии. Дети военнослужащих, погибших или получивших увечья при исполнении служебных обязанностей. В том числе и при выполнении антитеррористических мероприятий. Граждане, включены антитеррористические мероприятия. Продолжение следует...